Приветище! Это Субнатика Белла Узеро и мы продолжаем наши подводные делишечки. В прошлой серии мы остановились... Где мы остановились? Мы остановились... Сейчас я подожди, найду этот маяк. Маяк. Вот кручу башкой. А вот. Остановились вон там, на тех координатах последних известных, где... Точнее, куда убежала Тачу Виха в экзоскелете. Вот. Сегодня у нас по плану с тобой сделать мореход, потому что без него никуда. А также с нами связался еще Алан. Ну как связался? Он просто из моей головы же там сидит и болтает что-то. И он сказал, что определил местонахождение новых технологий, очень важных для нас. И говорит, что это как-то нам поможет. Соответственно, я спросил, это поможет нам восстановить его тело. На что он сказал, что он не знает, что мы найдем, но это очень важно. Что ж, вот она эта меточка, артефакт архитекторов. Пойдем сплавим туда. А после мы начнем с тобой собирать мореход. Ну а пока мы с тобой плывем, я расскажу то, чего вычитал в комментариях. Оказывается, оказывается, вот эта штука, кислородный воздушный пузырь, он не только поднимает, но и также может восстанавливать нам кислород. Вот смотри, я сейчас его возьму. Нажимаем на F. И весь кислород мы, короче, вдохнули. Соответственно, запас кислорода у нас пополнился. Я не знал. Спасибо добрым комментаторам. Спасибо за эту новость. Также я узнал, что после того, как инопланетянин попал нам в голову, морские обезьяны больше нас не будут тревожить. Представляешь? Они не будут у нас отбирать вещички. И вот если нам сейчас... А, вот морская обезьяна, смотри. Помнишь, она отбирала у нас сканеры? Очень обожала отбирать сканеры, когда я что-то сканировал. Ничего себе опасно, рыбина. И вот смотри, морская обезьяна, я подплываю к ней, она вообще не проявляет к нам никакого интереса. Вообще. Не хочет даже отбирать вещички. Более того, в комментариях написали, что они будут приносить нам какие-то вещи. Вот смотри, например. Вот эта обезьяна принесла нам медную руду. Спасибо ей. Вы очень благодарны, мессия. И она даже улыбается нам. Так что теперь, после того, как к нам подсоединился, точнее, переселился инопланетянин, морские обезьяны будут очень любезны. Нифига себе, там глыбы льда откалываются. Вот. О, нифига себе, смотри, тут лаборатория какая-то. Круто. Подожди, давай всплывем. Пополним наш спасательный пузырь и кислород заодно. Так что теперь морские обезьяны будут таскать нам различные предметы. Также мне сказали, что если я выберу какой-то чертеж, чертеж, например, что я хочу? Я хочу вот собрать строитель, чтобы построить базу. Вот. Закрепляем его. И теперь морские обезьяны будут... Ну, там, видишь, комплект проводов. Мне нужен, все остальное есть, как бы. А обезьяны таскают в основном сырье. Но, возможно, обезьяны будут мне таскать сырье для сбора комплекта проводов. Так что мы это узнаем с тобой. Тут у нас еще аргентита. Ох, как потемнело-то. Давай включим фонарь и поплывем. Так что такие вот делишки. Из комментариев я узнаю очень много ценного и полезного. К тому же очень классно, что подсказали по поводу морских обезьян. Что если закрепить чертеж, они будут помогать этот чертеж собирать. Это прям вообще колоссальная новость для меня. Что ж, где-то метка находится в глубине. Буквально 100 метров надо опуститься. Нужно найти всего лишь проход. Всего лишь проход. И я вот где-то прямо под этой меткой плаваю. Возможно, я его уже где-то упустил. Ох, блин. У нас кислород заканчивается, а мы под коркой льда. Да, благо тут пончик плавает кислородный. Дырохвост какого тут прозывают, называют. Обезьянка, ты мне что-нибудь принесешь, нет? Есть что в ручках? Нет, ничего в ручках нет. Наткнуться вот на такие деревья, которые растут через льдину. А корни их находятся подо льдом в воде. Надо отсканить. Морозный анимон. Почитаем потом, что это за растение такое. Точнее, за дерево. По-любому это дерево. По-другому не может быть. Кажется, я нашел лазейку. Мы здесь с тобой уже были. Потому что я помню это место. Хотя, возможно, это идентично тому. Месту, где мы уже были. Логово обезьян морских. Мы в самом начале тут плавали. И сюда меня завела метка архитекторов. Но, по-моему, по-моему, тут нету прохода. Хотя, вот, туннельчики какие-то есть. Смотри-ка. То, что ты нашла, не просто артефакт. Он поможет мне найти следы, оставленные моим народом на планете. Рада, что могу помочь. Я знаю, ты предпочла бы, чтобы я добыл собственное тело. Ну, да. Если ты по возможности продолжишь поиски, я смогу постепенно восстановить свое подключение к сети. Что ж, я надеюсь, что мы... О, спасибо. Спасибо за кварт. Вы очень любезны, месье. Отсканируем артефакт. И надо будет отсюда выбираться потихоньку. Так. Почаще надо в логово обезьян морских заплывать. Их тут дофига. Это во-первых. А во-вторых, они меня считают почти за короля подношением. Мне тут делают. Это очень приятно. Блин, мы же плавали там возле метки архитектора. Я там увидел исследовательскую какую-то подводную базу и забыл туда заглянуть. Ох, печаль, грусть, обида. Кстати, помимо всего этого, в комментариях я прочитал о том, что 14 мая выходит наконец-то релизная версия игры. То есть она будет финально. Личные записи. Подарок морской обезьяны. О, давай-ка почитаем. Морские обезьяны сменили отношение ко мне. Если бы только я могла дать им понять, что мне нужно. Быть может, в следующий раз они принесут что-нибудь полезное. Ну вот, собственно, комментарий опережает события игры. То, о чем мы с тобой разговаривали сегодня. Посмотрим по инопланетным данным. Что у нас? Установка водоанализатора. Что это такое вообще? Это, очевидно, научное устройство по взаимодействию создано для определения химических компонентов и свойств образцов вода. Возможны применения тестирования на уровне содержания бактерий Хара в воде. Ага, ясно. Спектроскопический анализ. Экспериментальное применение света, тепла или химического соединения при помощи цилиндрического ядра в центре камеры хранения. О, как замудрена. Ну, короче, вот эта штука, она в основном полезна для нашего инопланетянина в голове. Для нас она как бы, ну, бесполезна. Морозный анемон. То, что мы видели с тобой под водой, под глыбой льда. Корни вот эти вот. Короче, написано, что соблюдать осторожность при сборе. Эти штуки можно собирать. Имеет высокую питательную ценность. Короче, их можно есть, эти корни. Что ж, предлагаю собрать мореход. У меня все детали, по-моему, уже собраны. Сейчас посмотрим. Так, мореход. Не сюда. Вот сюда. Да. Переносной сборщик. То есть сейчас мы делаем сборщик, потом собираем материалы для морехода. И отправляемся исследовать глубоководные морские глубины. Глубоководные морские глубины. Как еще сказать? Просторы. Что ж, достаем его. Разверните сборщик транспорта. Да, блин, знаем мы. Знаем. Не первый год плаваем по этой планете. Вот такая вот бандурина в моих руках. Разворачиваем. О, да. И сейчас попьем воды. А то мой КПК ноет. Все четенько. Давай посмотрим, что нам теперь нужно. Что нам теперь нужно для морехода? Он, по-моему, единственный у нас. Модули. Транспорт. Мореход. Титановый слиток есть. Есть расширенный комплект проводов. Будет стекло. Есть свинец. Собрал энергоячейка. По-моему, у меня ее нету. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Сейчас глянем. А, нет энергоячейки. Я умею делать. Нужна лишь батарейка. У меня одна запасная есть здесь. В нашем водном ящичке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зависло все. Печально. А-а-а. Нет. Фух, отвисло. Я думал, капс, да. Нашей миссии подводной. Так, значит, батарейку забираем. Еще одна батарейка у меня есть. Все четко. Свинец заберем на всякий случай. Все, поплыли. Делаем энергоячейку. Здоровенную батарейку. Также комплект проводов. А, расширенный комплект проводов. А для него нужна микросхема. Не вопрос. Золото и... Значит, стекло забираем. Кварт забираем. Слитки вот такие забираем. Что там еще нужно? А, свинец. Блин, у меня лития дофига. Я думал, что у меня свинца дофига. Свинец у меня всего один. Придется поплавать, поискать его. О, Аллан что-то нам пишет. Ну, давай поболтаем. Как ваш народ общается, если вы не соединены друг с другом? Что ты имеешь в виду? Мы просто разговариваем друг с другом. Тебе не кажется это примитивным? Мы существуем в форме данных. Мы все знаем мысли и потребности друг друга. Научная работа также протекает намного проще. В жизни есть не только исследования. Врать не буду. Работа проходила бы намного быстрее, если бы я читала мысли своих коллег. Но мысли это личное. И у каждого человека есть своя внутренняя жизнь. Люди меняются, и им нужно личное пространство, чтобы размышлять. Пространство помогает вам думать? Для меня быть отделенным от моей сети это очень тихо. В каком смысле тихо? Представь себе тысячу струн. Каждая играет свой диапазон нот. Ни одна из них не громче другой. Каждая образует гармонику. Непрерывный аккорд на фоне сущего. Теперь я, одинокая струна, ищущая знакомые гармоники. Я помогу тебе их найти. Да, загнул Алан про гармонику и струн. Чё такое? Как это меня так выкинуло из воды? Как поплывок. Что ж, продолжаем сбор наших ресурсов. Чё я сюда выпал-то? В контейнер хотел заглянуть. Посмотреть, нет ли тут... Есть коралл, он нам пригодится, но его мало. Его мало очень. На микросхему нам не хватает коралла и золота. И ещё одного свинца. Здесь золота у нас тоже нету. Что ж, поплыли искать материалы. А, прикинь, у меня батарейка почти села. Сейчас. Хорошо, что у меня тут рядышком растут растения. По поводу базы. Чё-то не то собрал. Семечки собрал, походу, да? Ага, семена. Мне это не очень нужно. Оставим в нашем контейнере. Потом посадим в горшочек. Вот, по поводу базы. Мне не очень хочется строить её под водой, потому что я это уже проходил. Выкинул. Проходил в первой субнатике. Мне хочется построить базу на поверхности. Чё ж такой-то. Вот так вот сделаем. Так что в этой части, в этой игре я буду базу строить на поверхности. Так же, как базу дельта примерно. Значит, делаем батареечку. Сразу её поменяем. В нашем глайдере. Выходим. Выходим на поиски свинца. А так же кораллов. Нам нужны кораллы. Кораллов я видел очень много на глубине. Может быть, нам морские обезьяны их принесут. Чертёж закреплен по мореходу. Может быть, они умеют читать мои мысли и принесут то, что мне нужно будет. Так. Здесь есть у нас небольшая какая-то исследовательская штука. О, и провода вниз идут. Чё у нас здесь? Аптечка. Это хорошо. Водичка. И вроде бы всё. Давай спустимся вниз. Провода туда идут. Они тут обрываются. О, кораллы. Это хорошо. Интересно, куда бы могли пойти провода дальше? Сюда точно нет. Скорее всего, вниз куда-то поглубже. Акулы плавают тут. Акул мы не поимся. Они наши пупсики. Короче, плаваю уже довольно долго. Не могу найти никак свинец. Попробуем воспользоваться минералоискателем. Может, он нам поможет. Так, значит. Нам нужен свинец. Он, по-моему, ни в каких-нибудь залежах хранится, а просто так. Выступ не то. О, кристальная сфера, отложение соли, литий. А где же свинец? Так, его нету у нас в базе. Но хорошо, что он есть у меня в кармане. Мы сейчас просто его отсканируем. Где он? Свинец. Вот он, свинец. Я его, скорее всего, в прошлый раз не отсканировал. Можно? Ха, странно. Очень странно. А нет, в выступе голенито находится свинец. Хорошо. Так, нам нужно пополнить кислород срочно. Где наш баллончик? Вдыхаем кислород с баллончика. И где-то здесь я видел еще блинский глайдер. Глайдер, глайдер, где же ты? Вот так вот. Тут еще были вон они, кислородные баллоны. Плывем скорее до них. Надеюсь, мне удастся выплыть отсюда нафиг. Живым. Давай, 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 давай. Поплыли. Должно хватить. Тут еще где-то шарики должны были быть. Ситуировано напряженно. А, во-во-во, иди сюда. Иди сюда. В критической ситуации ты мне поможешь. Ну все, мы удачно выплыли. Нам повезло. Значит, ищем выступ голенито. Надеюсь, он тут где-нибудь поблизости есть. А еще я чертовски проголодался. И с собой еды не взял. Придется скоро возвращаться домой. Хотя даже не скоро, а прямо сейчас. Желательно. Где наша база? Плывем туда и параллельно ищем голенито. Выступ голенито. Блин, батарейка сдохла. Да шо ж... Не подготовился. Не подготовился вообще конкретно. Что мы имеем? Мы можем сейчас с тобой сделать уже, по-моему, микросхему. Микросхему. Да, медный провод сейчас сделаем. Микросхема. И большой комплект проводов у нас в кармане. Здорово. Но помимо этого нам нужна батареечка. Медная руда у нас еще есть в хранилище. Есть. Все, батарейка тоже у нас в кармане. Сейчас я минерал-искатель заряжу. А эту батарейку мы оставим для того, чтобы сделать потом энергоячейку. Большую батарейку. Что ж, посмотрим. Возможно, свинец у нас где-то под боком был. Выступ голенито. Нигде рядышком нет. Но где же ты... А, вот смотри, нашелся. Нашелся где-то рядышком. Действительно. Это что у нас? Известняк. Голенито. Где-то вот здесь, с этой стороны. А вот он, ради именики, спрятался. Но, к сожалению, тут оказался Титан. Кажется, датчик ловил еще одного. Это он? Да. О, все. Свинец найден. Здорово. Остается только сделать просто мореход и отправляться в дальнее плавание. Хотя это не так. Нам еще модули нужны. На самом деле, мореход это отличная база. Как, знаешь, подводная лодка. В которой можно размещать ящики, аквариумы. Ну, вообще, все, что нужно для жизнеобеспечения и существования. Так что, на кой черт нам база нужна? Не, но все равно базу мы построим. Это обязательно. Ну что, дрончики, вы готовы собрать мне мореход? Мореплаватель, мореход. Транспорт создать. Давайте, ребятки, делайте. О, да. Красавчик. Пойдем поближе посмотрим его. Сейчас он плюхнется в воду, классно. Бдыщ. Ну, наконец-то. Теперь мы будем не на своих двух передвигаться под водой. И не при помощи глайдера. Интересно, а где вход осуществляется? Через стекло, что ли? Или... А, сверху. Сверху, вон, смотри как. Залезть в мореход. Ну, давай залезем. О, да. Кручок. Еще таким джойстиком управлять. Поехали вперед. Юху. Можно глыбы разбивать своим лобашом. Да не, шучу. Если я это буду делать, у меня сразу протечки начнутся. Лобаш треснет и капец. Всякие дурацкие мысли в голову лезут. Пропустил сообщение КПК. Он, оказывается, мне что-то болтал. Давай послушаем. Мореход, модульный подводный транспорт. Для развлечения или работы, сзади главной кабины можно добавить дополнительные модули. Или сбросить их, чтобы сбежать от хищников. Спасибо, будем знать. Убежать от хищников, возможно, нам это пригодится. Когда на нас будут нападать огромные рыбины. Пойдем посмотрим, что по модулям. Можем ли мы там что-нибудь собрать. Модули, модули, модули. У нас есть только модуль аквариум. И у нас еще чертеж не весь собран по нему. Поэтому барадень. Ну что, поскольку у нас появился мореход. А это техника. Технику всегда приходится чинить. Особенно, когда на тебя нападают огромные штуки всякие. Нам нужно сделать с тобой ремонтный инструмент. Без него вообще никак. Посмотрим, что для этого нам понадобится. Где у нас инструменты? Вот они. Ремонтный инструмент. Силиконовая резина. Кристаллическая серая. Есть. Титан. Есть. И силикон у нас тоже есть. Он здесь. Последний, кстати. Надо побольше будет понаделать. Помимо всего этого, я хотел еще сделать компас. Нужен медный провод и комплект проводов. К сожалению, на это все у меня сейчас нет материала. Хотя комплект проводов могу сделать. С минералоискателем все довольно быстро и легко. Так что теперь модуль компаса у нас имеется. Будем знать, куда и чего мы плывем. На юг, на восток или северо-восток. Так, значит, сейчас я хочу сплавать на исследовательскую брошенную, как это сказать, модульную станцию под водой, которую мы ранее видели. Для этого нам нужно включить... Не туда залез. Маячок. Вот этот вот. И плыть в ту сторону. Потому что, когда мы плыли туда, как раз и встретили эти модульные исследовательские базы. Вот они, вот они. Эти модульные базы. Тут даже КПК валяется. А еще я хочу сплавать и собрать вот эту вот штуку. Посмотреть, чего она, собственно, дает. А, можно прям руками. Хорошо. Она, говорят, питательная. Насколько питательная? Еда и вода. Ого! Круто. Надо побольше собрать. Как можно больше. Ножик можно убрать. Потому что все это вырывается руками спокойно. Отлично. Ну, а теперь пойдем посмотрим, что у нас имеется здесь. Что в КПК? Отчет о статусе поставки. Угу. Пригодится. Почитаем. Не понял. Это что такое? Ты кто такой? Ты что такой? Обалдеть. Это какая-то голограмма. Шарика. Можно отсканить? Не, нельзя. Сломать. И сломать тоже нельзя. Хм. Странная какая-то вещица. Отложение соли. Ладно, поплыли сюда. Глайдер. Ящик какой-то сломанный. Ящик с припасами. Скорее всего. Отсканить нельзя. Что у нас здесь? Что это такое? Что я взял? Эй, подсказали бы хотя бы, что я взял. Даже КПК что-то у меня глючит. У меня какие-то проблемы с КПК. Батончик пригодится. Дофига еды нашел. Сигнальные ракеты. Ну, в принципе, тут вроде как больше ничего и нет. Интересного. Ладно, пойдем забуримся в наш мореход. И почитаем, что мы там подобрали. Так, КПК. Отчет о статусе поставки. Фред. Боже, эти морские обезьяны доведут меня до беды. Это уже третья поставка, которую эти паразиты прибили к своим странным ручонкам. Теперь у нас не хватает сигнальных ракет, и мне придется обыскивать ближайшие гнезда в поисках украденного груза. Им повезло, что они милые. Они просто какие-то морские еноты. Ну, кстати, да. Похоже на енотов. Только на морских. Ну, в смысле, не внешне на енотов похоже, а характером. Еноты постоянно в дом забираются, что-нибудь там таскают. Как морские обезьяны. У нас еще также имеется карта. Сейчас мы ее найдем. Где эта карта? Журнал сообщений. Вот они, карты. Мне нужно понять, где мы находимся. Смотри, вот база Дельта, где мы были. А вот это у нас база... Чего она? А, это не база, это аванпост 0. Ксенобиологическое исследование там проводилось. Я хочу туда попасть. Мы там были в ранней версии Субнатики. Мы там бегали. Там начиналась игра. И я хочу туда сейчас сплавать и посмотреть, что же там. Итак, вот я смотрю на причал станции Дельта. То есть, я сейчас нахожусь вот так вот. Где-то здесь, смотрю сюда. Значит, аванпост 0 в противоположной стороне. Значит, разворачиваемся. И куда-то сюда плывем. А что я туплю? У нас же на карте есть обозначение. А, ну тут такое себе обозначение. Приблизить нельзя. Поэтому непонятно. Ну, короче, ясно, что на севере находится эта фигня. А мы плыли куда? Мы плыли на север. Возможно, нам нужно проплыть где-то под льдинами. Давай попробуем проплыть под льдинами. Мы уже плывем куда-то на северо-восток. Ну, возможно, тут мы найдем где-нибудь проход. И, кажется, мы его нашли. Смотри-ка. Да, мы проплыли через глыбы льда. Тут есть полое пространство, через которое мы выплываем. И, получается, мы где-то в середине этих ледяных глыб находимся, вылазим. Ага, здесь есть свет. Это означает, что есть и признаки жизни людей. Где-то база неподалеку. О, вот она! Вот она, эта база! Блин, она почти не изменилась. Тут, кстати, были костюмы этих креветок. Экзокостюмы. Так что, блин, ее, конечно, разломали конкретно. А раньше она была такая целехонькая, прикольная. Вот они, эти креветки. Сейчас мы их и сканируем. Можно же? Да. А, это не креветки, а краб. Костюм краба. Один из четырех фрагментов мы нашли. Будем искать еще. Вот, пожалуйста. Сканим. Два фрагмента. Блин, тут чертовски холодно, я уже замерзаю. На нижнем ярусе больше ничего нет сканировать. Пойдем зайдем в капсулу. Тут что? Фрагмент строителя, он у нас уже собран. Все, 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 я захожу. Я захожу. Надеюсь, тут тепло. Для чего Альтера использовала это место? Ученые здесь пытались найти меня. Для чего Альтера использовала это место? А ты не помнишь по ранней версии, а? Пока тебе не переписали сюжет. Ты тут была лаборанткой, по-моему. Она тут тоже исследования проводила какие-то. Но какие я уже не помню, честно. Надо пересмотреть ранние версии игры. А можно здесь свет включить, пожалуйста? Фрагмент большой комнаты. Давай отсканим. Достану глайдер. Тут есть места, где нифига не видно. Что у нас тут? КПК Альтеры. Кисочка. Взять фотографии. Подожди, это не картошка ли? О, картошка. Я соскучилась по этой маленькой пушистой лежебоке. Картошечка. Что еще у нас тут есть? Тут вот нашли все-таки робота. Который помогал чинить базы архитекторов. Его тут, видимо, пытали. Ну, точнее, изучали. Рисунки детей. Еще КПК Альтеры. Открыть ящик с данными. Оператор... Слишком много хотела знать об архитекторах. Я не мог ей этого позволить. Она была... Как ты их называла? Альтеранкой. Как ты думаешь, что бы она сделала с тобой? Она могла обнаружить врата в наш родной мир. Я решил, что разумнее не рисковать. Подожди, давай-ка почитаем. Про что там Лилиан писала. Исследовательские заметки по архитекторам. Вот. Вот это нам будет интересно, наверное, почитать. В то время, как другие команды изучали туманные методы пробуждения архитекторов, мы применили более практичный подход. Мы знаем, что эти полуорганические, полуцифровые существа хранили то, что считали собой на компьютерах своих святилищах. А также мы знаем, что все усилия по пробуждению или общению с ними были напрасны. По моей теории, для настоящего первого контакта необходимо, чтобы эти цифровые призраки были рекомбинированы с органической компонентой. Как подчеркивают классические исследования доктора Касс Слейни, нам известно, что у них имелись способы выращивать кибернетические тела и передавать свои шаблоны данных между ними. В этом секторе обнаружено вероятное хранилище архитекторов, но проникнуть в него на данный момент невозможно. Если я смогу попасть внутрь и предоставить подходящий носитель, я думаю, у нас все получится. Да, Лилиан, ты... Ты, как бы это сказать, опоздала. Теперь я носитель. Что ж, идем дальше. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Блин, какая ностальгия. О, плакатики заберем. Здесь все было по-другому. Вторжение пришельцев. Игра про обман пришельцев и паранойю. Чуть позже почитаем, что там. Кресло или что я мог отсканировать. Дайте мне отсканировать, пожалуйста. А, торговый автомат могу отсканить. Что за барной стойкой? Взять диск музыкального автомата. Прикольно. Можно музло послушать. Кстати, в раннем доступе можно было к автомату подходить и музыку там включать. Сейчас его здесь нету. Он не стоит. Вот эта штука обязательно нам нужна. В принципе, я понимаю, почему убрали эту локацию на начальном этапе. Потому что тут все есть. Тут все было. А начинать игру, когда у тебя все есть, тоже не круто. Даже несмотря на то, что по той версии мы покидали эту местность, когда метеоритный дождь начинался. И эту базу, по-моему, все-таки метеорит подразбил немного. Что у нас здесь? А, это... Это было... Место Сэм? Что она делала аж здесь? Блин, а помнишь, мы просыпались в этой кабинке? Да, игра начиналась с того, что мы просыпались. Там кабинка была немного просторнее, другая. И такое ощущение, знаешь, как будто мы играли за Сэм. Мы просыпались Сэм. Надо будет пересмотреть первые ролики. Взять фотографию. Картошка. Ты была славной кошкой. КПК еще. Нет пути назад. Что я могу здесь еще с собой забрать или отсканировать? По всей видимости, ничего. А, взять плакат. О, это же этот, пингвин. Робот пингвина-крылов. Ну, ништяк. Плакат собрал, а чертежа-то как бы нет. Может, его отсканировать надо было сперва? Ну, ладно. Дома повешу, отсканирую. Пойдем зайдем в заседнюю кабинку. Что у нас здесь? Взять плакат. И отсканить одноместную кровать. И, скорее всего, здесь все. А, рисунки детей. Все, ясно. Оп, 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 опа. Землетрясение небольшое. Скорее всего, глыба льда где-то отвалилась. Что-то я могу тут отсканить. Подожди. Где-то что-то можно было. Переборка. Во. Идем дальше в отдел оранжереи. Отдел оранжереи. Мотивационный плакат. А вот и еда. Вот и еда. Контейнер. Залезть нельзя. Отсканить тоже нельзя. Грядку можно. Здорово. Скоро будем также выращивать растения. Лампионовое дерево. Оранжерея тут, конечно, поменялась. Раньше она была такой длинной, огромной комнатой. Со стеклянными потолками. И там была куча всяких разных растений. Можно это сожрать. Сейчас скушаем. Ой, она что-то... Подожди. Минус вода что ли там была? Что она дает? Да, минус вода. Ладно, хватит. Два фрукта съели и хватит. Что еще отсканить здесь возможно? Вот это что-то взять. Стеклянный купол. Давай отсканим. Ну что, вроде бы здесь... Исследовательскую базу мы всю проверили. Пойдем еще походим по улице. Может что найдем. А это что такое? Фрагмент морского глайдера. Ну, нам это уже не нужно. Это уже не нужно. Идем вон туда вдаль. Посмотрим, что у нас там. Да, я помню в самом начале, когда только начинали играть, я хотел покататься на этих подъемниках. Было бы прикольно, конечно. А вон, кстати, целехонький стоит, смотри. А здесь что? Ракета будет приземляться сюда, что ли? Замерзаю я уже. Так, понятно, здесь ничего годного нет. Просто площадка для, не знаю, вертолетов, самолетов, космолетов или ракет. Но здесь есть еще и вот такой вот проходик. Пойдем сходим, глянем, что это. Погреемся, конечно же. Поднимаемся куда-то наверх. Надвигается опасная погода. Ищите укрытие. Опа. А, тут, наверное, врата. Скорее всего, тут врата. Лилия же говорила нам об этом. Сейчас посмотрим. Ага, точно, вот он. Эй, Аллан, просыпайся. Я тут кое-что нашел. Тут можно что-нибудь забрать? Исследовательское оборудование какое-нибудь отсканировать? О, а кофе? Кофе, пожалуйста, выдайте мне. Эх, жмоты. Даже кофе нет. Че, пойдем попробуем зайти. О! Отключилось. Аллан, что это за место? Это технология архитекторов. Стандарт для моего народа. Для меня ничего из этого, что делает твой народ, не является стандартным. Для чего оно? Этот комплекс представляет средства для быстрого перемещения. Он, по всей видимости, не активен. Без носителя для меня это место не особо полезно. Понятно. Помнишь, в первой части, в оригинальной субнатике, там тоже были врата, которые быстро нас перемещали? Это было круто. Огроменный зал. Пустой. Просто, ну, зачем такой огромный зал? Странно. Здесь ничего нет, абсолютно ничего. Просто зал и все. Никаких технологий, никаких врат или каких-нибудь кнопочек. Короче, сюда мы, скорее всего, придем, когда мы сможем Аллана переместить в его новый сосуд, в новое тело. Поэтому пока нам нужно отсюда выходить. Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы можем заканчивать. Было довольно продуктивно. Мы много чего сделали, много мест посетили. Поэтому, если тебе нравится субнатика Below Zero, то тебе обязательно лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok